Здравствуйте! Это Хлебный край. Программа о заботах и достижениях агропромышленного комплекса Алтайского края. Агрария в крае. Агрария заявляет, что в ближайшие дни тоже приступят к работе. В ходе подготовки к посевной Алтайские аграрии говорили, что в основном обеспечены сельхозтехникой, причем все больше отечественного производства. Как процессы импортозамещения отразились на алтайском агробизнесе? Поговорим об этом с экспертом. Сегодня у нас в студии профессор, заведующий кафедрой сельскохозяйственной техники и технологии Алтайского государственного аграрного университета Владимир Беляев. Владимир Иванович, здравствуйте! Здравствуйте! Владимир Иванович, скажите, насколько взаимосвязаны агротехнологии и сельхозтехника? Ну, безусловно, сегодня мы живем в эпоху новых технологий, которые осваиваются не только у нас в Алтайском крае, в России и во всем мире. И, конечно же, техника должна быть специализирована и выстроена в линейку именно для этих новых технологий. И, конечно, одно без другого сегодня рассматривать невозможно. К сожалению, на первом этапе технического перевооружения, когда оно осуществлялось еще бессистемно, мы завозили технику со всех стран мира, и, конечно, в этом случае мы не считались технологиями. Сегодня картина у нас изменилась совершенно. Мы, собственно говоря, сформулировали очень четко требования к технологиям возделывания сельскохозяйственной культуры. Спектр этих технологий у нас достаточно широк в Алтайском крае. У нас применяются практически все технологии, которые существуют только в мире. Эти технологии в том или ином, так сказать, объеме у нас применяются еще и в силу того, что у нас разнообразные почвенно-климатические условия. И, конечно же, сегодня наша задача заключается в том, чтобы обеспечить эти новые технологии современнейшей почвообрабатывающей, посевной техникой и другими видами машин. Только в этом случае можно надеяться на то, что эти технологии будут системно осваиваться, и мы получим ожидаемый результат. А вот смотрите, сейчас мы видим, что экономическая ситуация сложилась таким образом, что алтайские крестьяне стали больше отдавать предпочтение отечественной технике. Вот повлияло ли это как-то на технический парк края в целом? И какие изменения вообще произошли за эти пару лет в техническом оснащении? Ну, говорить о том, что кардинально мы изменили ситуацию пока еще рано. Мы только вот эти два года действительно и видим мнение сельхозтоваропроизводителей, меняется в отношении нашей техники, поскольку наши агропромышленные предприятия начали выпускать технику совершенно нового уровня уже по образу и подобию зарубежных аналогов где-то. По своим техническим характеристикам многие виды машин уже приближены к зарубежным аналогам, а в ценовом диапазоне сегодня мы очень и очень здорово выиграем эти последние два года. И вот благодаря этому сегодня у нас сделан упор в Алтайском крае на то, чтобы расширить линейку машин, производимые предприятиями Алтайского кластера аграрного машиностроения. И роль этого кластера сегодня с каждым годом повышается. Надо сказать, что за последний буквально год только объемы производства сельхозтехники этим кластером у нас выросли почти на 20%. Ну это очень серьезная цифра, хотя в общем объеме машин, которые мы сегодня имеем в сельском хозяйстве Алтайского края, пока доля наших машин не превышает 10%. Но перспектива здесь роста вполне очевидна, она есть. К тому же наши предприятия, кластеры объединившись вместе сегодня, занимают определенные ниши в рынке других регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Это, конечно, является позитивным моментом в плане, так сказать, технического перевооружения и выхода на новые совершенно технологии. Скажите, а вот какого класса техника сегодня отечественного производства к нам приходит? Вот, так скажем, комбайны, какая-то еще другая навесная техника, то есть тракторы, то есть что это, поясните? Если говорить о востребованности тех или иных видов машин, здесь совершенно четко сделаны приоритеты у нас в Алтайском крае. И они сегодня поддерживаются в данном случае администрацией Алтайского края, главным управлением сельского хозяйства, когда мы говорим о том, что нам необходимы мощные сельскохозяйственные тракторы. И здесь работает программа, так сказать, в том числе импортного замещения по организации сборочного производства тракторов Кировец на предприятии, допустим, АСМ Алтай. Если мы говорим о потребности в зерноуборочных комбайнах, она у нас тоже высока в Алтайском крае, то здесь тоже налажена совместная производство белорусских комбайнов по лесу, здесь на Леньковском сельмаш-заводе. Вот, сегодня если говорим о том, что необходимы посевные комплексы, то тоже мы говорим, вернее, о том, что эти посевные комплексы уже созданы, и последние два года спрос на них очень и очень вырос. И надо сказать, что только за вот этот последний год впервые есть очередь среди сельхозпроизводителей на приобретение посевных комплексов Алтайского производства. То есть производители даже не справляются с объемами, которые востребованы у сельхозпроизводителей. Поэтому вот эти приоритетные виды машин, они, конечно же, пользуются спросом, они реализованы в виде проектов нашего кластера аграрного машиностроения, но остальная техника, конечно, тоже производится на предприятиях кластера, и фактически сегодня весь спектр машин, которые имеются и производятся, он достаточно широк. Но вот на прошлогоднем дне поля 68 наименований машин представили наших производителей. За прошлый год только предприятиями кластера освоено 19 наименований сельскохозяйственной техники, и это очень значимый показатель. За год 19 позиций освоить техники новой. Это очень здорово. И я думаю, всю эту технику наши сельхозпроизводители увидят на ближайшем дне поля, которые будут уже российского формата, и, безусловно, здесь можно будет ознакомиться с этими новинками и найти себе для своих технологий, подобрать эти машины. Консультировать наука готова в этом плане. Мы сегодня эти свои разработки доводим до наших сельхозпроизводителей на агрономических конференциях, совещаниях, отработав эти технологии. И к тому же мы сегодня оказываем помощь нашим предприятиям кластерам машиностроительным в подготовке к выпуску тех или иных приоритетных видов машин или позиций машин. Владимир Иванович, а вот такая смена сельхозоборудования, она как-то может привести к изменениям и в агротехнологиях, которые уже где-то и отработаны, может быть, в хозяйстве? Безусловно. Сегодня эта техника совершенно нового уровня по производительности, по качеству, так сказать, по надежности. То есть это машины совершенно нового поколения. Они, конечно же, существенно могут продвинуть те или иные технологии. Но говорить о том, чтобы мы сегодня массово эти технологии освоили в течение нескольких лет, не приходится. Мировой опыт говорит, что в среднем новые технологии осваиваются 5-7% площадей ежегодно. И в течение, допустим, 10-15 лет и до 20 лет осваиваются только новейшие технологии в сельском хозяйстве, поскольку здесь на это есть масса, будем говорить, моментов, которые предстоит решить в ходе освоения технологий этих. Так, а вот какие же технологии у нас являются ведущими в Алтайском крае? Ну, на сегодня, получается, мы ушли от тех старых интенсивных технологий, которые применялись в 80-е годы, так называемых интенсивных технологий во многом. И, в общем-то, перешли постепенно, шли по пути минимизации воздействия на почву. И на сегодня порядка 50% площади пашни у нас не обрабатывается. То есть это мы говорим о том, что мы идем в ногу со временем, с теми тенденциями, которые существуют в мире по пути экологизации земледелия. Но перейти полностью на те технологии нам сегодня не позволяет где-то финансовая достаточность хозяйств, поскольку там нужно внести определенные серьезные издержки в семена, в удобрения, в средства защиты и так далее. И только весь этот комплекс мероприятий дает эффект при внедрении новых технологий. И многие хозяйства делают попытки внедрения отдельных элементов технологий, но такого значимого результата прорывного здесь мы не получаем. И только те категории хозяйства, их, к сожалению, не так много в Алтайском крае, но они уже есть. И где-то порядка, по нашим подсчетам, ну где-то около 300 тысяч гектар сегодня мы возделываем действительно эффективно по современным новым технологиям. Они имеют высокий уровень урожайности, высокий уровень рентабельности. И сегодня рентабельность, ну, тех же зерновых культур доходит в среднем почти до 50%. В среднем многолетнем плане это очень-очень неплохой результат, я считаю. Отлично. Владимир Иванович, благодарю Вас, что Вы были у нас в студии сегодня. Всего доброго. Спасибо. Всего доброго. Более 30 тысяч гектаров в этом году на Алтае должно быть засеяно твердой пшеницей. Наш регион является третьим по объемам ее производства в стране после Оренбургской и Челябинской областей. Твердая пшеница в основном идет на изготовление качественных макарон. Спрос на нее формируют только предприятия макаронной промышленности. Алтайские крестьяне сумели сохранить культуру возделывания твердой пшеницы. И в случае возрастания спроса у них есть ресурсы для наращивания объемов. Подробности в следующем сюжете. Человеку, далекому от сельского хозяйства, даже не придет в голову мысль, что твердая и мягкая пшеница – это две разные культуры. Ученые подчеркивают, различие начинается на уровне хромосом. У одной их 24, у другой 42. Этим определяется их разный биохимический состав и разная структура белка. Основное все-таки предназначение – это для использования в макаронной промышленности. Но макаронная промышленность – это не все, не единственное производство, где может использовано это зерно. Структура эндосперма стекловидная, твердая, почему и твердая пшеница, прекрасно подходит для изготовления круп различных, там артек, полтавская, для манной крупы марки Т. Манная крупа широко используется в детском питании, в диетическом питании. Известно, например, что в рационе питания хоккеистов НХЛ обязательно присутствуют макароны из твердой пшеницы. А диетологи рекомендуют их всем, кто заботится о своем здоровье. Конечно, твердая пшеница должна быть в структуре пассивных площадей любой страны, которая ест макароны. В нашей стране твердая пшеница занимает очень небольшие площади. Традиционно твердую пшеницу в России возделывали в Оренбургской области. На втором месте по объемам производства этой культуры стала Челябинская область. На третьем месте в этом ряду – Алтайский край. Следом – Саратовская область. Производство твердой пшеницы – это государственно интересное дело, потому что и Министерство сельского хозяйства, озабочено производством твердой пшеницы, была создана рабочая группа по производству твердой пшеницы. Были повышены субсидии на семена твердой пшеницы, поэтому можно более выгодно купить семена твердой пшеницы, чем мягкой. Аграрии говорят, что цены на твердую пшеницу менее подвержены конъюнктурным колебаниям. Это более скромный и стабильный рынок. На нем сформирован постоянный круг покупателей. Это компании, которые делают макароны именно из твердой пшеницы. В стране их не более десятка. Рынок реализации твердой пшеницы весьма узок. Мы занимаемся ей больше 10 лет. Каждый год на рынке появляется либо трейдер, либо производитель, и не всегда остается. В последнее время твердая пшеница становится все востребованием. Такую тенденцию учитывает в своей работе хозяйство Альтаир Локтевского района. Мы являемся элитно-семеноводческим хозяйством. К сожалению, единственным в алтайском крае, кто занимается воспроизводством семян твердой пшеницы. И рынок по реализации семян тоже достаточно узок, но тем не менее он существует. И у нас есть покупатели семян твердой пшеницы. Мы вообще рассчитываем, что объемы посевов твердой пшеницы вырастут, возникнет некая конкуренция, и качество будет востребовано и будет на первом месте. В алтайском крае под твердой пшеницей занято около 40 тысяч гектаров. Этот показатель стабилен на протяжении последних нескольких лет. У нас основные сегодня зоны, где занимается твердая пшеница, это Краснощоковский, это Третьяковский, это Локтевский, часть центральной зоны. К примеру, в начале 90-х Шипуновский район засевал твердой пшеницей по 60 тысяч гектаров. Это при том, что культура капризная. Значит, вот проблема в чем, что макаронные изделия стали делать из мягкой пшеницы. То есть, ну, время сегодня идет, сегодня потребитель уже более разборчив, и я думаю, перспектива у твердой пшеницы должна быть. Значит, ну, мы ее в свое время до 300 тысяч в те времена, в советские были площади, до 400 тысяч, 500 тысяч, полмиллиона производили. По словам специалистов, требования к качеству твердой пшеницы намного выше, чем к мягкой. Например, зерно мягкой пшеницы пятого класса все равно найдет свой спрос в качестве фуражного. А вот некондиционное зерно из твердой даже на корм скоту не годно. Поэтому в возделывании этой пшеницы всегда важным аспектом было не столько борьба за урожайность, сколько за качество. Рынок мягкой пшеницы не имеет классности. То есть все переработчики делят пшеницу на третий класс общепринятый и, ну, четвертый или там фуражный, дальше не буду даже на эту тему рассуждать. Переработчики, которые покупают твердую пшеницу, они до сих пор разделяют эту пшеницу на классы. На первый класс, второй класс, третий класс, четвертый класс. И каждый класс обладает на рынке, это нам известно много лет, своей ценой. Цена на твердую пшеницу всегда выше, процентов на 30, порой до 50 процентов выше, чем на мягкую пшеницу. Однако прежде чем получить эти заманчивые дивиденды, необходимо сделать большие вложения в землю. В хозяйстве Альтаир Локтевского района под твердую пшеницу отведено 5000 гектаров. Если в самом начале нашего пути мы занимались, нас интересовали только гербициды, то сегодня, кроме защиты от сорняков, мы ее защищаем и от насекомых, защищаем фунгицидами от болезней, делаем несколько листовых подкормок. Ну, наверняка эта пшеница требует большего внимания. Себестоимость нашей пшеницы выше, чем себестоимость мягкой пшеницы. Сами сельхозтоваропроизводители отмечают много рисков в работе с этой культурой. Например, двухдневный холодный дождь может легко перевести пшеницу второго класса в четвертый. Твердая она вымолачивает и тяжелее, чем мягкая. Ему она и ценится, наверное, побольше, чем мягкая пшеница. Она более привередлива по обмолоту. В 2015 году средняя урожайность на полях хозяйства была около 15 центнеров с гектара. Отдельные поля дают очень-очень хорошие показатели. Это может быть и 25, и 24 есть. Но это отдельные поля. В большом массиве, в 5000-х среднюю урожайность очень сложно получить, потому что сроки посева оптимальные, длятся 5-6 дней. И посеять 5000 гектар в эти дни, мы еще не столько вооружены техникой. Еще потребуется несколько лет, чтобы добиться таких результатов. Но мы в это твердо верим. С 2000 года у нас была технология мини-тил. То есть мы сразу начали уже по мини-тилу работать. И с 2007 года сразу резко перешли на новую тил. То есть старую сейлку продали, купили новую и все. Тем самым сразу купили, сделали техперевооружение. То есть купили хороший опрыскиватель, джон-дир самоходный. Сразу купили бункера-накопители. То есть сразу перешли. В технологии прямого посева важно не уплотнять почву. Бункеры-накопители ходят за комбайном, собирают зерно и увозят его на край поля. Там уже происходит перегрузка в автомобильный транспорт. Еще один нюанс работы с твердой пшеницей. Чтобы зерно получилось качественным, ее нужно сеять либо по парам, либо с осторожностью подбирать предшествующую культуру. Стараемся внедрить и разобраться в сложной технологии наутил. Которая не требует обработки земли в целом. Чтобы снять с падалиц или сорняки предшественников, приходится делать очень сложный севооборот. И составлять его было совсем нелегко. Но это реально ушли годы. Но сегодня все в обороте. Твердая пшеница, подсолнечник, овес, гречиха, лен, рапс, из бобовых нут, чечевица, горох. Ну вот, пожалуй, и все. Культуры у нас разные. В каждой культуре, соответственно, индивидуальный подход. Настраивается комбайн индивидуально. Настраиваешь, смотришь потери. Потом уже, соответственно, начинаешь молотить. Сейчас пшеница. Мы убрали горох, рапс, овес. Это хозяйство активно сотрудничает с Алтайским НИИ сельского хозяйства. Ставит на своих полях совместные опыты. За моей спиной огромный участок, который заложили наши агрономы весной для проведения семинара, для рассмотрения, для анализа тех сортов, которые наиболее оптимальны в наших слоях, которые покажут показатели, которые мы ждем. Стекловидность, клейковину, густоту стояния, которые будут наиболее адаптированы к нашему слою. Сегодня стандартом является сорт памяти Янченко. По урожайности он превосходит все районированные в крае сорта. По качеству зерна также находится на высоком уровне. Сорт набирает популярность у алтайских земледельцев. В числе перспективных наиболее яркими являются Солнечная 573 и Оазис. Сорт Солнечная 573 ориентирован как раз на эти зоны, на степные, предгорные зоны. Основная особенность его в том, что в зерне этого сорта содержится достаточно высокое количество белка и клейковины. Практически этот сорт не превзойден по этим показателям. Ну и Оазис ориентирован, само название говорит о том, что он ориентирован на степь. Ученые о неисхоза подчеркивают, алтайские условия своеобразны и значительно отличаются от поволжских, и уж тем более европейских. Поэтому в регионе нужны свои сорта. Например, в Поволжье они устойчивы к засухе во второй половине лета. На Алтае такая устойчивость нужна в июне. Более того, сорта различаются даже по природно-климатическим зонам края. Если в Италии 7 месяцев вегетирует твердая пшеница, она имеет там в каждом колосе по 22 колоска, то есть порядка от 50 и выше зерен в одном колосе, то у нас вегетирует 3 месяца. Соответственно, за этот период она формирует в 2 раза меньшую продуктивность. Если у них там по пару, пускай, 70 центнеров, то у нас по пару 32 центнеров. Все логично, обосновано. Селекция твердой пшеницы на Алтае была начата еще в 1929 году. Системной она стала в 1970-м с образованием Алтайского селекционного центра. Сегодня в лаборатории НИИ работают 7 человек. Ученые сетуют, что прикладная сельскохозяйственная наука остается уделом энтузиастов. Европейское сообщество говорит о ведении маркерной селекции. Мы 40 лет не получаем никакого оборудования для того, чтобы на современном уровне решать проблемы продуктивности и качества, устойчивости к болезням и так далее. Похоже, спасает эту ситуацию только сотрудничество с крестьянами. Они понимают, что аграрному бизнесу двигаться вперед можно только вместе с наукой. Накануне весенних полевых работ в Алтайском крае проверено 647 тысяч тонн посевного материала. Экспертизу проводили специалисты Алтайского филиала Российского сельскохозяйственного центра. По их данным, нужным посевным качеством соответствует 92% семян от необходимого объема для проведения посевной. В прошлом году на эту дату уровень кондиционных семян составлял 53%. О других событиях в жизни села в обзоре журналиста Краевой газеты «Алтайская правда» Кристины Ливер. Здравствуйте. В последнее время журналисты Алтайской правды много внимания уделяют сельским предпринимателям, которые работают в сфере переработки. Наш автор Людмила Маковецкая сообщает, что в Михайловском районе немало животноводческих хозяйств, а вот переработкой мяса занимаются немногие. Свободную нишу решил занять начинающий предприниматель, студент-заочник технического вуза. Сначала молодой человек использовал субсидию, предоставленную службой занятости, затем принял участие в конкурсе грантов и получил 500 тысяч рублей. Благодаря господдержке на открытие бизнеса приспособил под цех полуфабрикатов помещение бывшего магазина, закупил необходимое оборудование. Сейчас в цехе производится более сотни килограммов мясных полуфабрикатов за смену. Поставщики сырья – местные фермеры, с которыми налажено хорошее сотрудничество. На протяжении четырех лет в Залесово работает крупное по сельским меркам мясоперерабатывающее предприятие. Об этом пишет Вадим Кулешов. Оно позиционирует себя как производитель натуральных продуктов. Руководитель компании акцентирует внимание на том, что изначально здесь поставили перед собой задачу производить продукты, за которые будет не стыдно. Пусть мы делаем колбасу неяркую, зато она из мяса, говорят на предприятии. Одним из стимулов повышения эффективности производства АПК является государственная финансовая поддержка, пишет Евгений Шумилов. Агробизнес активно участвует в программах по модернизации производства, таких как начинающий фермер и развитие животноводства на базе фермерских хозяйств. За три года действия этих программ в Алтайском крае поддержку получили 186 крестьянско-фермерских хозяйств на сумму 423 миллиона рублей. Как известно, в этом году господдержка продолжится. Часть средств уже поступила аграриям еще до начала посевной кампании. На этом у меня все. До встречи. В эти дни 85-летний юбилей отмечает целое хозяйство – колхоз имени Кирова Шипуновского района. Он был создан весной 1931 года. Тогда на волне всеобщей коллективизации в селе Урлапово объединились 390 единоличных дворов. И хотя много чего изменилось в нашей стране за 85 лет, работники этого колхоза и сегодня обеспечены жильем, льготами и достойной заработной платой. Они с гордостью продолжают называть себя колхозниками, потому что их благополучие зависит не от названия, а от умения трудиться. Истории о других алтайских тружениках далее в своей рубрике, как всегда, расскажет Сергей Марков. Здравствуйте, дорогие друзья! Мне очень приятно вновь с вами встретиться. Я познакомлю вас с достойными людьми, которые создают славу агропровольческого комплекса Алтайского края и у которых на этой неделе был праздник. 8 апреля день рождения отмечала Алла Беллаш, оператор машинного доения коров, хозяйство Смирненькое Кулундинского района. Стаж в профессии у нее 25 лет. По итогам 2015 года Алла Васильевна от каждой коровы надоела по 6296 килограммов молока. Она входит в новый состав губернаторского клуба лучших животноводов. В этот же день поздравление принимал фермер из Павловского района Александр Жирухин. В 1991 году он в числе первых в крае создал свое крестьянское хозяйство. Начинал с 45 гектаров пашни. Агроном по образованию Александр Васильевич большое внимание уделяет вопросам сохранения почвенного плодородия. Закономерно, что в его хозяйстве стабильные урожаи зерновых. Кроме того, он почти 20 лет бессменный председатель Союза крестьянских хозяйств Павловского района. 9 апреля 75-летний юбилей отметил Кимаев Альберт Степанович из Каменского района. В созданном им в 1991 году крестьянском хозяйстве Искра сегодня обрабатывают 11 тысяч гектаров пашни. В производстве занято 48 односельчан. Несмотря на юбилейный возраст, Альберта Степановича, как и прежде, можно увидеть и на механизированном токе, и за штурвалом комбайна. Для всех именинников в нашей программе выступление алтайского коллектива. Девчата, встречайте своих казаков! Альберта Степановича, встречайте своих казахстан. Альберта Степановича, встречайте своих казахстан. Субтитры создавал DimaTorzok А он думает ляжет, как на сотни лет прожить. Ай-лю-ли, ай-лю-ли, как на сотни лет прожить. Я на сотни, на году, да я к судары не пойду. Ай-лю-ли, ай-лю-ли, я к судары не пойду. Ай-лю-ли, ай-лю-ли, я к судары не пойду. На этом программа завершена. Встретимся через неделю. Наш разговор будет вновь о тех, кто растит и производит продукты питания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok